Мой доклад в данном случае посвящен, поскольку моя специальность – это хирургия печени по поводу метастатического поражения. И в данном случае я хотел как раз доклад посвятить именно олигометастазам при ракоанального канала в печени. В настоящий момент мы ограничены в методах лечения, которые мы можем предложить локально. Это операция, радиочастотная глядция, лучевая терапия, региональная химиотерапия. Мы постараемся коснуться всех этих вариантов лечения. Но в чем проблема? Проблема заключается в том, что всего 3-4% больных раком анального канала от всех заболеваний раком толстой кишки. И из них только у 5-8% возникают синхронные метастазы, и у 10-20% метахронные метастазы по разным данным. И вот здесь возникает вопрос, а вообще возможно накопить какой-то опыт и его проанализировать при таких числах? На мой взгляд, конечно, это маловероятно. Тем не менее, есть определенная статистика, которая указывает на то, что печень поражается в первую очередь, если не брать лимфоузлы. Другие локализации встречаются еще реже, чем печень. Но стоит здесь сказать, что за 8 лет, которые в нашем центре, в институте иковой протологии, всего 5 случаев метастазов рака анального канала в печени мы выявили. И это очень малое число наблюдений. И, в общем-то, когда читаешь публикации по поводу, посвященному метастазам рака анального канала в печени, то, в общем-то, идет некоторая экстраполяция данных на солитарные единичные метастазы рака, прямой колорактального рака в печени. Но что самое интересное, что если мы посмотрим исследование, которое единственное исследование Павлик, которое представило как раз объединенные данные 8 учреждений, где всего они собрали 27 случаев, и мы видим, что выживаемость пятилетняя составила 20%. Но вот если мы посмотрим, сравним с выживаемостью больных с колорактальным раком до трех метастазов, то там, в общем-то, пятилетняя выживаемость достигает при солитарных единичных метастазах 50%. Поэтому, а если все, что больше трех, то есть это множественные метастазы, то скорее метастазы рака анального канала, именно мы еще коснемся более подробно этого исследования, больше соответствуют как раз множественному поражению печени. То есть там, где выживаемость, общая выживаемость достигает 20-20%. И, в общем-то, здесь очень интересно было проведено, на мой взгляд, насколько же всего вообще существуют публикации, каков мировой опыт вообще лечения таких пациентов. И, в общем-то, всего 54 публикации. Из них две публикации вообще не представляют, на мой взгляд, никакого интереса с точки зрения биологии опухоли, поскольку там собраны все случаи метастазов печени. Это рак шейки, матки, рак пищевода, легкого и так далее. То есть здесь, на мой взгляд, большая разнородность биологии, с точки зрения биологии опухоли, например, как андонокарциномы разных локализаций, соответственно, имеют разные прогнозы. Но что самое интересное, было очень относительно количество опубликованных, прослеженных, единичных наблюдений таких пациентов. И, в общем-то, их всего составило 14 пациентов. В мире и наши 5 пациентов мы объединили и получили описание отдельных случаев у 19 пациентов. И одно исследование, которое мы провели, исследование Павлик, это то, что я говорил раньше, это объединенные данные 8 центров, которые они собрали 27 случаев за весь период их существования. Ну, и нам, в общем-то, ничто не мешает объединить также эти данные, которые в мире единичные случаи, и получить хоть какую-то совокупную оценку. Что мы имеем? Что, в общем-то, преобладает молодой возраст, 57 лет, преимущественно женщины. И, в общем-то, это характерно для ракоанального канала, хотя в последнее время существует тенденция увеличения числа заболеваний среди мужчин. Поражение региональных плюснифоузлов встречается достаточно относительно редко. Преимущественно это все-таки и в равной степени, вернее, и синхронные, и метахронные метастазы присутствуют. Время возникновения присинхронных метастазов, как правило, в приведенных случаях, составило медиана 10 месяцев. А вот число метастазов мы видим, что множественные метастазы, даже встречались в 16% случаях, которые подвергались лечению, именно хирургическому лечению. И здесь мы видим, что солитарные единичные метастазы, подавляющие большинство, 84%. И видим, что размер метастазов медиана 5 сантиметров, но достигает даже в некоторых случаях 13 сантиметров. То есть мы видим, что настолько редкая ситуация, и если метастазы вырастают до 13 сантиметров, это уже характеризует биологию опухоли как более медленное течение. И посмотрим поражение долей. Здесь, в общем-то, в равной степени, в том числе и у нелобарного, белобарного поражения. И вот очень интересно посмотреть, какие методы лечения проводилось. Во-первых, стоит отметить, что у подавляющего большинства пациентов был достигнут полный ответ на химилучевую терапию раконального канала. То есть мы знаем, что это радиочувствительная опухоль. Однако наблюдались два случая, где по разным причинам было выполнено хирургическое вмешательство при якобы небольшой распространенности. И, в общем-то, в других случаях, то есть в нашем случае было в трех случаях из пяти выполнена брюшнопромежностная уже экстирпация, поскольку наблюдался только частичный ответ на лучевую терапию. Если мы возьмем операцию на печенье, то в двух случаях операция не была выполнена, им проводилась химиотерапия. Стоит отметить, что в одном случае был достигнут полный ответ полностью на химиотерапию. Мы к этому вопросу еще вернемся. Резекция осуществлялась в разных объемах, но преимущественно и в одном случае была радиочастотная абляция плюс лучевая терапия. Таким образом, было прооперировано 16 человек из 19 и радикально составило 87%. А теперь оценим там, где проводилась наодевантная химиотерапия у пациентов с наличием этих метастазов. Мы видим, что полный ответ достиг 34%. Это просто на проведение химиотерапии. Частичные еще у 6. Таким образом, прогрессирование у одного пациента, ну и отсутствие данных было у одного пациента, мы можем сказать, что это опухоль высоко чувствительна к химиотерапии. По крайней мере, те данные прослеженности пациентов, которые были опубликованы. Давайте рассмотрим теперь та тактика, которая применялась при метахронных метастазах печени. Ну, естественно, начиналась с химиотерапии. Кстати говоря, это все пациенты, у которых был достигнут полный ответ на лечение. И дальше возникли метастазы. И тут очень интересный момент. Очень разнородные данные, конечно. Либо начиналась с химиотерапии, дальше резекция печени, или, например, радиочастотная абляция, лучевая терапия – это один всего лишь пациент. Либо наблюдение в дальнейшем, либо химиотерапия. Стоит отметить, что негативный результат, используемый радиочастотной абляции, лучевой терапии у данного пациента. Но здесь скорее это стечение обстоятельств, нежели какая-то закономерность, поскольку это всего один-единственный случай. Также часть пациентов была с резекцией печени в сочетании или без лучевой терапии на зону операции. Тоже очень интересный момент, поскольку, как сейчас очень принято мультидисциплинарной командой, принималось решение в связи с тем, что, например, у пациента была выполнена резекция печени, и в зоне резекции, например, близко к зоне резекции располагалась перевозальная инвазия. И тем самым на эту область зоны резекции дополнительно проводили лучевую терапию. Дальше пациенты получали химиотерапию, либо наблюдение. Но стоит отметить, что там пациентам, где дополнялась лучевая терапия, это было там два пациента, это те пациенты, которые в дальнейшем достаточно долго жили без рецидива. Ну вот проблема заключается с синхронными метастазами в печени. Это очень интересный момент, поскольку здесь, в общем-то, тактики какой-то не существует. Определенные, как поступать. Мы видим полный, в общем-то, весь спектр существующих подходов, наверное, так же, как и в синхронных метастазах кулоритального рака печени еще до каких-либо исследований. То есть начинается, например, с химио-лучевой терапии, потом выполняется мультанная операция, потом наблюдение. Такой случай был описан. Этапное хирургическое лечение, например, когда поэтапно выполняли удаление, это те случаи, которые приводила экстезия опухоли, с последующим удалением метастаза печени, дивантная химиотерапия. Также проводили химио-лучевую терапию. Полный регресс, кстати говоря, описан полный регресс с абскопальным эффектом, так называемым, когда после регрессии опухоли в анальном канале уходили все метастатические проявления. Удаление первичной опухоли начиналось с такого, химиотерапия, прогрессирование, химиотерапия, и дальше, в общем-то, только химиотерапия до соответствующего исхода. Наибольшее количество, да, кстати, и выполнялись, например, химио-лучевая терапия, полный ответ первичной опухоли, химиотерапия метастазов, резекция печени, и дальше наблюдение. И наибольшее количество пациентов, это более уже современно, более ближе сюда к нам по времени, это химиотерапия обычно начинается. Дальше исповедуются два подхода. Химио-лучевая терапия дальше на первичную опухоль, либо резекция печени сначала, а потом химио-лучевая терапия. Ну и как раз химио-лучевая терапия при современном подходе лучевой химиотерапии, в общем-то, позволяет достичь полного ответа на первичную опухоли, и в дальнейшем либо дополнялась, либо не дополнялась химиотерапией. Подход, когда печень в первую очередь перед лечением, обусловлено тем, что мы посчитали, кстати говоря, экстраполяция, опять же, данных при колоректальном раке, все ссылаются на эти данные. Она обусловлена тем, что пятилетняя выживаемость при больных, вне зависимости от того, какая тактика применялась, это, конечно, ретроспективные данные в том или ином виде, но тем не менее, мы не видим разницы в пятилетней выживаемости. Например, это была этапная кишка в первую очередь, печень в первую очередь или симметральная операция. То есть пятилетняя выживаемость у этих пациентов при колоректальном раке метастазе колоректального рака абсолютно идентична. Поэтому здесь, в общем-то, можно сказать только одно, что как раз ссылаясь на этот подход, они говорят о том, что данная тактика, когда сначала удаляется метастаз в печени, а дальше проводится лечение данного пациента согласно определенным существующим стандартам. Вот что касается частоты и структуры рецидивов и метода лечения метастаза, тоже очень важный момент, что есть публикованные, естественно, те данные, которые есть, 65% возникли рецидивы, из них в печени 29%, легкие 24%, мы видим брюшины, ну и единичное проявление. Вот там, где были то, то есть в печени повторная операция была возможна, то есть при наличии рецидива в 27% случаев. Ну, конечно, эти пациенты получали периперационную химиотерапию. В остальных случаях использовалась в основном либо химиотерапия, либо комбинация лучевой терапии, либо химиотерапия. Ну и без лечения был один пациент в связи с ухудшением состояния. В общем-то, что здесь хотелось бы сказать, сказать, что исследования, которые были бы посвящены, будем так говорить, воздействию лучевой терапии при естественном метастазах рака на новоконалу печени просто отсутствуют как факт. Это скорее единичное наблюдение. Но стоит отметить, и мы к этому вернемся, радиочувствительность этой опухоли. А вот теперь посмотрим та выживаемость, которую удалось, в общем-то, посчитать. Там подробные данные приводятся по всем этим пациентам. Мы видим, что безрецидивная выживаемость у пациентов, в котором проводят лечение по поводу олигаметастазов печени раконального канала, мы видим, что медиана проведет 16 месяцев. Она, кстати, чуть меньше, она соответствует как раз метастазам колорабитального рака. А вот и мы видим также, что, в общем-то, если подходить к теми методам лечения, которые были озвучены, то пятилетняя выживаемость составила где-то порядка 40%, что соответствует, как раз соответствует уже течению единичным метастазам колорабитального рака. И, в общем-то, я в данном случае провел метаанализ, просто сравнил объединенную группу исследования Павлик, чтобы посмотреть, насколько данные разнородны в своей интерпретации. В общем-то, мы видим, что по полу, то есть здесь придем женский пол, то есть нарастает, то есть в объединенной группе уже мы видим женщин, то есть в группе Павлик женщин было больше, чем мужчин, но мы видим, что тенденция увеличения числа мужчин в группе, соответственно, то есть стали чаще заболевать данным болезнью. Также мы видим, что преимущественно в группе больных в исследовании Павлик это больше метахронные метастазы, чем синхронные, больше группа синхронных была в объединенной группе, поражение далее больше в исследовании Павлик было унилобарным, а в объединенной группе белобарных больше было метастазов. И мы видим, что лимфатические узлы в группе Павлик были существенно больше, достигали практически до 70%, чем в объединенной группе. И в общем мы видим, что может быть как раз и распространенность болезни, которая была и обусловливает как раз эту выживаемость. И очень интересные данные, я здесь провел как раз эффект от медивантной химиотерапии. И мы видим, что полный ответ наблюдался только в группе, то есть объединенной группе, которую я посчитал, и там это 36%. Прогрессирование было больше у пациентов в исследовании Павлик, 20%, ну суммарно это 14%. Стабилизация тоже была больше в исследовании Павлик. И частичный ответ был и там, и там, и он составил 45%. Что я хочу сказать этим самым, пока продемонстрировать. Дело в том, что как раз мы видим очень высокую чувствительность к химиотерапии этих пациентов. Во-первых, лучевой терапии, если мы рассматриваем первичную эпоху, или еще и высокую чувствительность к химиотерапии. Поэтому здесь как раз, на мой взгляд, нужно смещаться с точки зрения лечения, и лечения вообще начинать, и в дальнейшем еще раз это озвучу, что лечение все-таки данной группы пациентов лучше начинать с химио-лучевой терапии именно на зону метастазов. И как раз оценить, будем так говорить, их эффект. И только после этого выполнять уже, соответственно, хирургическое вмешательство. Ну, здесь я привел, что сопоставимое с радикальностью хирургического вмешательства при ольгно-нестатической болезни. Ну, и мы смотрим теперь в исследовании Павлик, мы видим, что выживаемость хуже, чем в объединенной группе. Стоит отметить, конечно, это же публикованы отобранные пациенты, но тем не менее мы видим явное улучшение выживаемости пациента в этой группе. Что касается брахиотерапии, которую я нашел в публикации, очень интересные данные. Три пациента с солитарным метастазом, остальные с множественным. Ну, вот и, скорее всего, те, которые были солитарные метастазы, те как раз и дали эту медианную выживаемость 25 месяцев. Все остальные мы видим 3,3 месяца время до прогрессирования и они практически, в общем-то, особого влияния, будем так говорить, на метастазы с точки зрения уменьшения, будем так говорить, полного ответа, самого главного полного ответа или время до прогрессирования особо мы не заметили. Они дальше получали еще другие виды лечения. Ну, и здесь региональная химиотерапия очень интересный, на мой взгляд, пример. Три случая приведено, где, в общем-то, использовался фудор, так называемый, это активированный 5-3-го оцилу, и здесь мы видим полный ответ на химиотерапию. в первом случае, в первом случае, после двух курсов развились отдаленные метастазы, в региональной химиотерапии есть один существенный недостаток. Она локально контролирует болезнь, а вот системного воздействия практически отсутствует. Поэтому, если уж и проводить такое лечение, то только в сочетании с системной химиотерапией, чередуя их. И здесь приведено было три случая. Я привел здесь как раз два случая, и в двух других случаях был достигнут полный ответ. К сожалению, прослеженности пациентов не такая большая была, но тем не менее, мы 17 месяцев видим без рецидива болезни, это очень хороший результат, это еще один аргумент в пользу чувствительности к химиотерапии. И здесь я хотел бы привести последний клинический случай. Очень была жаркая дискуссия по поводу тактики лечения этой пациентки четыреханального канала. Была проведена, кстати, Марина Васильевна, лучевая терапия, полный ответ и метастаз печень спустя, так получается, там, то есть в ноябре 19, получается, там, 10 месяцев, там, 9-10 месяцев появляется вот такой метастаз. Значит, мы, учитывая, то есть, такую непростую ситуацию, полный ответ. Хотелось бы, конечно, начать в данном случае лечение. Было с моей стороны это химио-лучевой терапии на зону метастаза. Но мультидисциплинарная команда, как мы видим, в общем-то, в том числе с международным участием, приняла решение о том, что нужно сделать операцию и в дальнейшем провести химиотерапию, наблюдать пациента, что, в общем-то, было выполнено и сделана правосторонняя гемогипотектомия. Пациент отступ состав 2 см, пациентка до сих пор, то есть, полтора года прошла, наблюдается без рецидива и, в общем-то, такая тактика, она, в общем-то, себя оправдала. В целом, я хочу, завершая свой доклад, сказать, что, на мой взгляд, имея столь, будем так говорить, малое число таких наблюдений, малое число таких пациентов, малая публикация и, наверное, никогда невозможно будет провести исследование в этой области, поскольку мы видим практически редко встречающиеся такие проявления болезни и, на мой взгляд, учитывая вот те данные, которые мы имеем, начинать лечение все-таки лучше с химио-лучевой терапией, поскольку радиочувствительная химиочувствительная опухоль мы можем добиваться без теоретического воздействия будем так говорить, полного ответа и дальше наблюдать. Такие случаи, как раз я на них не остановился, но такие случаи, вот те, где был полный ответ, они были все выполнены в хирургическом вмешательстве, где был, как раз, наблюдался полный ответ опухоли. Поэтому, на мой взгляд, как раз попытаться изменить тактику, по крайней мере, при раке анального канала с метастазом в печени, на мой взгляд, было бы более оптимально. Спасибо за внимание.